Привет, сегодня я расскажу вам про работу Хостес в Азии. Хостес, по сути, это хозяйка зала, девушка, к которой приходят в гости люди, просто отдохнуть и повеселиться. Поехать в Азию я мечтала очень давно, у меня заболел дедушка, и мне нужно было срочно найти деньги, и единственный выход я видела уехать в другую страну, заработать там денег, потому что я понимала, что в Москве такую сумму я просто не осилю. Я просто написала девочке, у которой был уже такой опыт, говорю, хочу поехать в Корею. Просила анкетку, фио, рост, возраст, владение языками, и прислала мне менеджера. Через 3-4 дня он мне купил билеты, я собрала чемоданы, и на следующий день полетела в Пусан, в Сеул, в Южную Корею. Я приехала до какого-то вокзала, там мне менеджер пишет, пришли фотографию, я присылаю ему фотографию себя, через буквально минут 5 ко мне подходит мужчина, спрашивает мое имя и говорит, идти с ним. Приехали в какой-то жилой комплекс в Пусане, меня вызвали на ковер к менеджеру, с которым я непосредственно разговаривала. Я говорю, будешь сегодня работать? Я говорю, ну давай, я знаю условия, если я сегодня не выйду, у меня будет только один выходной в месяце. Меня привезли на улицу в Пусане, там было много клубов, мне говорят, вот это твой, заходи. Я захожу, вижу на входе пьянющую девушку, которая трясет корейца и говорит, почему ты не хочешь оплатить мою текилу, немедленно заплати за мою текилу. Ну, говорит это на русско-английском. Захожу в заведение, там меня встречают две девочки-якутки, которые такие, о, ты новенькая, ну давай мы расскажем тебе, как тут все работает. Сам клуб выглядел максимально ужасно. Ну, то есть, там выключался свет и все становилось отлично. Но, когда ты приходишь в 7 вечера, там еще везде горит свет, ты везде видишь пыль, паутину. Ну, я, когда это увидела, мне хотелось плакать. Я первый раз была в таком заведении, такая, типа, что, а где стробоскопы, где нормальная варная стойка, где алкоголь, вот. Ну, ты со временем привыкаешь и тебе кажется, что это нормально. Я стою на входе, зазываю гостей по-корейски, что переводится, привет, выпивка здесь. И потом, если кто-то со мной заходит, я сажаю этого челика за стол, предлагаю ему купить ему пивас и предлагаю купить напитки мне. Суть в следующем, сделать так, чтобы гость купил тебе как можно больше алкоголя. Ты сидишь с ним 30 минут, 20 минут, развлекаешь его, можешь спеть ему песню в караоке, что ты обсуждаешь. Им по приколу вывести тебя на какой-то разговор, стрёмный для тебя. И они смотрят, как ты будешь парировать, как ты будешь выплывать из этого. Что ты сегодня ела? Расскажи мне. Вот я хочу знать, что ты сегодня поела, что тебе нравится в корейской кухне. И ты сидишь такой, не можешь связать двух слов, потому что ты не знаешь ни корейского, ни английского. В плане интимного характера из серии, сколько у тебя было молодых людей или как ты любишь. Чем веселее ты ответишь на этот вопрос, чем интереснее и более заинтригованно, тем больше вероятность, что этот гость еще дольше просидит с тобой и купит еще алкоголя. У меня рост 1,68 м и еще плюс 15 см на каблуках. Я была выше всех корейцев. И они очень комплексовали по этому поводу. И поэтому, когда я получаю зарплату, я пошла на рынок и купила себе ботильоны, максимально на маленьком каблучке. И пошел на рот. Ну вот как только я стала ниже, пошел на рот. Когда ты видишь, что гость уже немножечко подбуханный, ты можешь попросить на баре, чтобы тебе разбавили что-нибудь. Либо просто тупо слить пивас в раковину. У нас было специальное ведро, куда мы все это выливали. Девочки сразу мне рассказали про правила клуба, то, что первое, с гостями никуда ходить нельзя на аутсайд. Даже в свое свободное время ты не можешь выйти с ними ни на рынок, ни на шопинг, никуда. Но мы все равно гуляли, потому что они очень любят тратить деньги. Косметика, одежда. Гость сидит, ты ему такой говоришь, чувак, у меня нет денег, я хочу кушать. И вы просто выходите с гостем из клуба, заходите в соседний магазин, набираешь просто пакеты еды, он это все оплачивает. И возвращаешься обратно в клуб, раздаешь что-то другим девочкам. Когда я улетала продлевать визу во Владивосток, чувак меня спрашивает такой, у тебя есть куртка? Я говорю, да, да, есть. И показываю ему фотографию, где я стою в таком легком кожане. Он такой, господи, в России же очень-очень холодно. Это декабрь месяц, напоминаю. Вот, ты же замерзешь. Такая, да нет, я же стронг, все окей. И на следующий день мне звонит такой, говорит, можешь выйти, пожалуйста, я кое-что тебе привез. Выхожу на улицу, он мне отдает пакеты, а там кроссовки и куртка. Кому-то из девочек дарили телефоны, кому-то ноутбуки. В баре были ситуации, когда гости пытались приставать. На этот момент мы говорили то, что опа, анде, анде, прям пока андеет нельзя, опа, старший брат, типа, братан, досвидули. Босс very angry, тача, тачи, типа, нельзя, не трогай. И у нас, наверное, был один из немногих клубов на этой улице, где босс не разрешал трогать русских девочек. У нас жило четыре девочки в комнате, однушка, миленькая достаточно, душевая, плита. Тебе объяснали, когда ехать, я встречал тебя, привозили до работы, когда ты уезжаешь. С контракта тебе звонит менеджер, говорит, у вас какой-то самолет, ну, то есть присылает билеты. И рабочий цех босса приезжает, забирает тебя и отвозит в аэропорт. Все. Выдает тебе зарплату, убеждает, что ты сел на поезд до аэропорта или ты в аэропорту и уезжает. На первом контракте за три месяца в сумме я заработала четыре тысячи долларов. После Кореи я приехала в Москву, месяц где-то посидела, потратила все денежки и такая, ну, надо еще куда-то ехать, надо еще что-то делать. Делали визу в Китай и буквально на следующий день нам покупают билеты и мы вылетаем. Мы приходим в клуб, там все дорого-богато, как любят китайцы, рококо-барокко, своды, колонны, ужасные столы. Я начинаю видеть таракаши, которые ползают вокруг меня, такие маленькие. Потом нам такие говорят, собрание, собрание, собрание. Мы собираемся, встает китаец, рядом с ним встает девушка, которая говорит по-русски. И у нас начинается коммунистическое собрание перед сменой. Нам начинают говорить то, что вот, мы должны работать, мы должны заработать денег, мы должны принести деньги клубу, чтобы клуб смог дать денег вам, чтобы вы могли купить себе вещи, одежду. Нам босс говорил, не воспринимайте этих людей, которые к вам приходят как людей. Они просто мешки с деньгами и они должны уйти от нас пустые. Нас отчитывали на этих собраниях, нас ругали, нас очень редко хвалили. Только если девочка там развела гостя на очень много юаней. Босс мог понюхать твой стакан, попить из него, если там мало алкоголя, штраф. Если ты нажираешься, штраф. Если ты не пьешь вообще, штраф. Ну то есть это было нормально, выпить с гостями несколько бутылок. Потом, как бы это отвратительно не звучало, пойти в туалет, поблевать и вернуться обратно, тусоваться. В Китае меня окружало достаточно много девочек, которые спали с гостями, чтобы заработать какие-то деньги. А большинство девочек были, ну, из маленьких городов, которые приехали в этот Китай и остались там, потому что там они красавицы. Пересплю с этим, все нормально, зато денег заработаю. На работе не было такого, что боссы заставляют прям спать с гостями. Нет, это выбор каждой девочки. Типа, если хочешь, окей. Типа, если не хочешь, ну, будет у тебя меньше гостей, твои проблемы. И была ситуация, когда девочка пошла с гостем гулять, тот ее каким-то образом... Так, подруга, я забыл кошелек, пошли быстренько заскочим, я заберу и погоним дальше. Он просто закрыл дверь, избил девочку, изнасиловал. Она, ну, типа, сбежала от него, на следующий день не смогла выйти на работу. Босс никак это не откомментировал, но в итоге девочка больше не выходила на работу. А челик, чувак, который это сделал, он просто заплатил клубу большие деньги. В Китае, кстати, был план, который тебе нужно выполнять по столам. Твоя задача проснуться до 7 вечера, написать гостям, то, что привет, как дела, ты придешь сегодня в клуб, я тебя очень жду. Либо позвонить им, эти переписки все проверялись. Я уехала с 60 тысячами, короче, из Китая, с полупустым чемоданом, похудевшая, это было очень много стресса. Я в Китае потеряла 5 килограмм. Приехала в Корею. Меня привозят в Сеул, мы спускаемся в караочку, меня вызывают на ковер в комнату к боссу. Там босс, два менеджера. Я такая сижу, и просто в один момент у меня на груди оказывается рука босса. Такой, смол. Я такая убираю его руку, показываю ему на штаны, такая, микросмол. Он такой начинает угорать, такой, окей, хорошо, иди работай. Я захожу в Тагишиль, это комната отдыха. Там на полу лежат девочки, какие-то пьяные, какие-то не очень. Такая, думаю, да, короче, с этими людьми мне нужно общаться. Окей. Был момент, два момента, связанные с полицией в Сеуле. Я стою, завариваю себе еду. Слышно, начинается какой-то кипиш, топ от каблуков. Я поворачиваю голову, босс смотрит на меня и говорит, полис, ран. И просто я бегу в Тагишиль. У нас прикол в том, что эта комната есть на пожарном плане, но ее не видно. Там гофрированная дверь, на которую сверху вешается зеркало. Короче, я захожу в эту гофрированную дверь, отодвину шкаф от стены. В стене, короче, дырка метр на метр. Туда залазят все девочки. Там, получается, комнатка. Ну вот мы стояли там, согнувшись, прижавшись друг к другу, с выключенными телефонами. Закрытые изнутри дверью. Закрыли шкафом, еще закрыли эту гофрированную дверь и сверху повесили зеркало. Ну то есть максимально, если даже кто-то зайдет, нас там не найдут, потому что мы за шкафом. И второй раз была ситуация. Девочка открывает дверь, закрывает ее, поворачивается к нам и такая, Девочки, полиция. И мы просто в шестером запихиваемся в комнатку туалетную. Одна на унитаз встала, другая в угол сжалась. Мы стоим, как селедки. В итоге, спустя минут сорок стояния в этом туалете, заходит босс такой, все, они ушли. Это грозит чем? Во-первых, тебя отвозят в миграционную поличку. Ты там сидишь, у тебя собирают досье, документы, все такое. Потом тебе нужно, чтобы кто-то купил тебе билет. Тебя покупают билет, ты уезжаешь. Тебя не покупают билет, ты сидишь в транзитной зоне и ждешь, пока тебе купят билет. У тебя депорт. Ну минимум на три года, на шесть лет. Вот, то есть ты уже не попадешь обратно в Корею. И даже когда ты приедешь после депорта, вероятно, что тебя пустят мала, потому что, ну у тебя был депорт. За то, что ты нелегально работал в Корее. Я три раза отправляла свое резюме, анкету на Японию. Мне отказывали, что-то им не подходило. И потом в последний раз я перекрасилась в блондинку. Такая, ну попытка не пытка, отправлю в последний раз. И вот меня, короче, берут. Япония была максимально лайтовой, максимально простой. Давали 10 баксов на 10 дней на еду, типа по доллару в день. В какой-то момент я просто прошарилась и иногда такая просыпалась. Среди дня писала гостям, такая, о, чувак, у тебя сейчас обед будет. Может, сходим покушаем? Вот. Ну и типа они водили в прикольные места и платили за твой хапчик. Ну, нормально. И если поначалу я просто сидела такая в сторонке, ко мне подходили чуваки, такие, типа, привет. Я такая, коньячувак, как дела? Я первый день в Японии, давай поговорим, купи мне коктейль. То, а потом я просто заходила, залетала в клуб. Мне бармены показывали на какого-нибудь чувака. Я просто подлетала такая. Вот ащиковай, не? Сангрия? Ну, типа, я такая милая, правда? Сангрия? И они такие, да, да, давай. А у меня, ну, типа, внешность прям позволяет зарабатывать в Японии. Большие глаза, маленькая, худенькая. Что я сразу же просто, типа, через полмесяца купила себе в Японии айфон. Этот опыт был для меня максимально полезен. Прокачивается навык выживания. Без языка, без денег, без понятия, что это за страна. Ты приспосабливаешься, ты учишь ориентироваться в непонятных ситуациях. Вот ты сидишь с гостем, он пытается тебя трогать. Ты максимально не хочешь, чтобы это происходило. И ты начинаешь импровизировать, что-то делать, переводишь это в шутку. Либо начинаешь говорить с ним на корейском. Когда ты начинаешь говорить с ним на корейском, ему становится немного стыдно. Ты такой говоришь, ну, чувак, ну я же как твоя дочка. Ты бы стал трогать свою дочь. Ну, я стала более свободно мыслить. У меня были комплексы по поводу своей внешности, по поводу своих мозгов. Нет, я приехала обратно в Россию, и я чувствую себя офигенной. Я уверена в себе. Я максимально люблю себя. Я считаю себя безумно красивой. И я никого не пропагандирую ехать, бросать все, ехать в Корею, в Японию зарабатывать деньги. Нет, это в любом случае нелегально. Это не считается чем-то аморальным. Нам просто, типа, сказали, что это аморально, это ненормально. А там, ну, это болезнь. Люди максимально одинокие, которые хотят просто повеселиться, которые хотят прийти с работы и отдохнуть. Приходят женаты, они спокойно говорят про свои семьи. Они приходят иногда и просто плачутся из-за того, что, ну вот, типа, жена его пилит, а детям нужны только деньги. Вот, а те, кто думают, что, типа, это все проституция и человеческий бизнес, ну, пусть они продолжают так думать, но вот у них будет еще немножечко какой-то информации, что это и как это. И я ни в коем случае не пропагандирую здесь то, что можно зарабатывать алкоголем. Алкоголь это плохо максимально. Ну, по возвращению в Россию я вообще не употребляю алкоголь. Я еще планирую поехать поработать в Корею, Японию. И если, ну, думаю, что если мои менеджеры или кто-то еще увидят это интервью, вероятность того, что я попаду в какой-нибудь хороший клуб, становится меньше. Что меня вообще куда-то возьму, становится меньше, поэтому я в маске.